Гонконгскую продемократическую активистку Чоу Хантун освободили под залог. Днём ранее её задержали по обвинениям в призыве к несанкционированной акции памяти. 4 июня в Гонконге традиционно собирались, чтобы помянуть погибших в подавлении студенческих протестов в Пекине в 1989 году. Однако уже второй год местные власти запрещают мероприятия. «Вы видите, что люди боятся выходить и говорить со СМИ, выступать публично. Поэтому я буду продолжать делать то, что делаю». В пятницу полиция Гонконга перекрыла доступ в парк, где традиционно проходит самая большая в мире акция в память о 4 июня. Второй год подряд власти запрещают мероприятия, ссылаясь на всемирный кризис в области здравоохранения. Тысячи полицейских также патрулировали город. В одном из районов произошли небольшие стычки – шесть человек арестовали. Несмотря на угрозу длительного заключения, некоторые вышли к парку со свечами. «Сегодня, я думаю, я вышла уже в шестой раз, чтобы вспомнить 4 июня. Возможно, меня сегодня снова арестуют». В этом году акция впервые прошла при новом законе о национальной безопасности, который Пекин ввёл здесь напрямую в прошлом году. Власти активно используют его как предлог, чтобы арестовывать активистов, адвокатов и правозащитников. В материковом Китае тема подавления на площади Тяньаньмэнь в 1989 году по-прежнему остаётся запретной. А в Гонконге, автономном регионе КНР, об этой кровавой странице истории открыто говорили каждый год.